Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем тему «Обзор иерархии монгольского периода». И сегодня, прежде всего, мы обратимся к личности святителя Феогноста, митрополита Всероссийского, который прибыл на Русь, он был греком в 1328 году и управлял русской церковью до 1353 года. Святозарский Алексей Константинович, кандидат богословия, профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. У святителя Петра, который, как мы помним, благословил московское государство, московскую государственность, был свой преемник. Но вообще назначение преемников не соответствует каноническим правилам церкви. Делается это в каких-то исключительных случаях. Такое в истории бывало. Достаточно вспомнить период, когда польское правительство, езуиты, Рим навязывал иерархию нашим православным предкам в юго-западной митрополии, когда епископат был не всегда надежен, не всегда на высоте. Тогда митрополиты назначали себе преемников, людей надежных, православных. Было такое и в 20 веке, в период гонений, как мы знаем, незадолго до своей кончины, патриарх Тихон составил завещание, в котором назвал имена возможных преемников. Но вообще-то церковные правила или каноны, произносятся канон, в отличие от канона, это жанр богослужебных песнопений, они воспрещают передачу церковной власти, что называется, по наследству от предместника к преемнику. Но у святителя Петра такой преемник был. Некий архимандрит Феодор, который присутствовал при кончине святителя Петра, то есть был к нему человеком очень близким, и которого, согласно выражению нашего летописца, святитель наименовал во Митрополию. То есть представил его вот таким кандидатом, преемником. Но надо сказать, либо архимандрит Феодор не отправился в Константинополь за поставлением, либо греки его личность просто проигнорировали. Вместо этого прибыл грек Феогност, который сразу же посетил Южную Русь, южно-русские епархии, в Волынской земле рукоположил двух епископов, а затем прибыл в город Владимир-на-Клязьмин. Ну а после этого он направился прямо в Москву. И вот историки, занимающиеся историей Русской Церкви этого периода, в один голос буквально удивляются тому, что природный грек, как он быстро сориентировался в условиях далекой, и, конечно же, на первых порах совершенно чужой для него земли. Как он быстро перехватил вот эту ориентацию на Москву, на московских князей от своего предместника, святителя Петра. В Москве его ожидала резиденция у храма Спаса на Бару. Поселили около 30 иноков во главе с архимандритом Иоанном, которых перевели из монастыря, основанного святым благоверным князем Даниилом, потому что по представлениям, существующим на Востоке, епископ должен жить в монастырской обстановке, ну и тем более митрополит-предстоятель Русской Церкви. Надо отдать должное Ивану Даниловичу Калите, который возглавлял московское княжение, его мудрости, его практичности. Он без всяких амбиций с любовью принял присланного из Византии митрополита, и тот, опять же, отплатил Москве той же самой монетой, везде отстаивая московские интересы. Вот интересный случай. В 1329 году, вскоре по своем прибытии на Русь, в Москву, во всяком случае, митрополит Феогност отправляется в Великий Новгород, где уже находится Иван Калита, тверские князья, братья князя Александра Михайловича Тверского, которые пытаются убедить псковичей, жителей соседнего княжества, выдать хану, князя Александра Михайловича, бежавшего из Твери при определенных обстоятельствах, о которых мы еще поговорим, и покориться воле хана. Выдача Александра Михайловича – это требование хана Узбека. Узбек передает ярлык на Великое княжение от тверских князей к московским, в данном случае Ивану Даниловичу Калите, и Калита в полной мере этим правом верховного княжения, права у него очень широкие, впоследствии вплоть до суда над другими князьями, это еще и право сбора дани со всей русской землей, он вполне этим воспользовался, потому что теперь уже дань распределял он, татары полагали, что так легче будет эту дань собирать, а Калита думал, что отправить в Орду, а что оставить себе. И вот это вот перемирие, это мирная передышка, которая продолжалась около 40 лет, это, во-первых, отсутствие вот этих внезапных набегов степняков, страшно разорительных и просто страшных, и возможность внутреннюю ситуацию привести в порядок, отрегулировать. Есть мнение, что за этот период Калита извел разбойников, всех разбойников в своих землях, поэтому, конечно, существует приток населения, людей квалифицированных, ремесленников, людей служилых, которые бегут из княжеств, которые вечно разоряются либо усобицами, либо татарскими набегами. Ну, а вот псковичи не хотят выдавать князя Александра Михайловича, как же действует митрополит Феогност. Он псковичей отлучает. Но сначала давайте вспомним, собственно говоря, из-за чего весь сыр-бор, из-за чего разгорелся вот такой вот крупномасштабный конфликт. Дело в том, что в 1327 году в Твери произошло восстание против татар. Был убит представитель, наместник хана Чолхан, который в наших летописях, повестях, проходит под именем Шевкала или Щелкана, по одном из вариантов его заживо сожгли в его резиденции, всех его слуг и всю охрану перебили. Началось это все с обычной бытовой ссоры. Ранним утром некий дьякон на речку повел купать своего коня. Вид коня поразил степняков, людей из отряда Чолхана, и они попытались у дьякона лошадь отнять. Дьякон не отдавал скотинку, закричал, прибежали люди на помощь, и в результате всех татар перебили. По представлениям того времени, князь отвечает за действия своих подданных, подданные отвечают за действия своего князя. И отсюда вот этот вот шаг митрополита Феогноста, он отлучает, говоря языком западным, накладывает интердикт, массовое отлучение на все псковское княжество. Псковичи приняли бежавшего князя, отнеслись к нему с любовью, но на самом деле эти действия тоже продиктованы любовью. Дело в том, что Александр Михайлович не слушается, псковичи его не выдают, быть беде, быть усобице, Иван Калита уже ведет войска к Пскову. И вот тогда-то митрополит псковичей отлучает, такая вот суровая церковно-педагогическая мера, для того, чтобы они смирились, для того, чтобы кровопролитие не произошло. Надо сказать, что Тверской князь так же благороден, как и его отец Михаил Ярославич, принявший мученическую кончину в Орде, как мы помним, в 1319 году. И он обращается к псковичам, «Братья и друзья верные, пусть не будет на вас отлучения и проклятия святительского, ради меня худого и грешного, а я ухожу от вас к немцам в Литву». Ну вот, и таким образом, значит, на вас не распространится и гнев хана Узбека. Ну, псковичи его отпускают с плачем великим, вскоре они его опять приняли, история имела продолжение, но для нас важна вот позиция святителя Феогноста. В 1329-1333 году святитель Феогност опять на юге. Это необходимо, потому что русская метрополия, ее земли, ее епархия оказались по разную сторону государственных границ. Здесь, в Великороссии, несколько соперничающих между собой княжеств, в наш период это, конечно, Москва. Это Тверь, это Суздальско-Нижегородское княжество. Часть соперников склоняются в сторону союза с Литвой, это прежде всего князья Тверские. Литва как мощная сила, которая осуществляет экспансию, присоединяет русские земли, и там уже очень много людей, составляющих большинство населения Великого княжества Литовского, людей православных, русских по происхождению. И еще одна сила, это Галецкая земля. Ее последние самостоятельные князья, а затем польское владычество, и там уже православные в меньшинстве. Постоянная тенденция, которую мы уже отмечали, оторвать православных подданных от Москвы. Неважно, кто князь по вероисповеданию, язычник, как Гедемин, Ольгерт, язычник и впоследствии православный, он принял крещение, или католик, как, скажем, князь Мозовецкий, или как польский король, им необходим свой церковный центр, который не подконтролен никакой иной внешней силе. Ну, а греки не хотят делить митрополию, но, как увидим, время от времени вынуждены это делать. И вот для того, чтобы сохранить единство митрополии, святитель Феогност отправляется на юг, рукополагает там епископов, в частности, во Владимире Волынском он рукополагает Новгородского, приглашает его из Новгородской земли, это избранный новгородцами владыка Василий, торжественно посвящает его во епископы в Древнем соборе Владимира Волынского, уделе князя Владимира, и в Хератонии участвуют местные южно-русские епископы. Это очень важно, это видимый знак единения митрополии, несмотря на всякого рода подобные пагубные тенденции. А затем вопрос с галецким княжеством. Последние галецкие князья, само княжество покорилось Мазовецкому князю в 1336 году, а полякам в 1340, там теперь хозяин польский король, они выпрашивают у константинопольского патриарха Исаии восстановление галецкой митрополии. Мы помним, слишком далеко разошлись эти русские земли после Батыева нашествия. Там свой центр, своя политика, сориентированная во многом. На запад у Москвы политика своя, и вот желание восстановить митрополию, в общем-то, им это удается, хотя, скорее всего, делает это не князь Юрий Андреевич, который правил в Галиции с 1324 по 1326 год. Князь слабовольный, скорее всего, это его родственник, его тесть Кедемин, который стоит за ним, который уже присоединил к великому княжеству литовскому Волынскую землю и имеет виды на Галицию. Вот добиваются учреждения этой самой митрополии. В 1332 году святитель Феогност вынужден отправиться в Византию официально добиться упразднения этой митрополии. Как нарушающий единство русской церкви, он добивается того, чтобы нареченный митрополитом галецкий епископ вновь низведен был до положений простого епархиального архиерея. И вот эта вот изматывающая борьба за единство митрополии будет уделом не только святителя Феогноста, но и его преемников в осветительстве. Однако не менее важным был момент взаимоотношений с Ордой и с Византией. В 1333 году святитель Феогност был в Орде, возможно, для подтверждения своих прав митрополита и тех привилегий, которые были даны церкви первыми золотоадынскими ханами, завладевшими русскими землями. А в 1342 году в Орде воцарился сын хана Узбека, свирепый Ченебек, который на пути к престолу устранил, попросту убил всех своих братьев и получил определенную информацию, вероятно, от недоброжелателей митрополита Феогност, что митрополит собирает огромные богатства со всех русских земель, а в Золотую Орду от этого ничего не идет, никаких даней выплатов от митрополита не дождешься. Митрополит действительно чем-то был схож по характеру, по своему складу с Иваном Калитой, такой же скопидомный, собирающий имения, очень болезненно реагирующий с властью, реагирующий, если на эти имения кто-либо покушающийся. Стонало новгородское духовенство, когда он прибыл туда со всем своим крылосом, с огромной свитой, требовал себе и своим людям и корму, и проезжих денег, так называемый, подъезд, с куницию, стонали и жаловались в Константинополь. Но делал он это не исключительно ради себя, как увидим. Дело в том, что по представлениям, существовавшим издревле, с самых ранних времен христианства, это очень видно и на Западе, и на Востоке, у церкви была определенная сфера деятельности, которую бы сейчас назвали благотворительностью или социальным служением, но, в общем-то, собственно говоря, от иерарха в церкви не зависело, это делать что-то или не делать, просто-напросто была целая ниша, которую они должны были этой самой деятельностью восполнять. Ну вот, скажем, например, из далеких времен такой момент, связанный с населением города Рима. Римский епископ обязан был, подобно императорам, уже никаких императоров там не было, кормить бедняков, вот тех самых римских граждан, которые вечно требуют хлеба и зрелищ, выдавать им необходимый минимум продуктов. Мы знаем случаи, когда святой папа Григорий Двоеслов отлучил себя от служения, от причастия, когда узнал, что в его городе от голода умер бедняк. Издревле церковь занималась выкупом пленных, которые попадали в плен к варварам, и даже в крайних случаях жертвовала для этого священные сосуды, вообще-то неприкосновенные, из драгоценного металла, они переливались в слитки, передавались в руки варварам, для того, чтобы несчастные вновь могли обрести своих родных и свою родину. То же самое было и на Руси. На Руси церковь выкупала пленников, которые попадали в Орду, или чаще становились жертвами вот разного рода бродячих татарских отрядов, которые жили похищением людей, захватом людей и работорговлей. Так что фиагноз должен был стоять твердо на страже экономических интересов церкви. Ну а хан об этом прознал, получил эту информацию, потому что, видимо, жалобщиков было много, и стал давить на святителя. Князя отпустил с почетом и быстро, а митрополита томил и мучил. В чем это выражалось, сказать трудно, вряд ли к нему применялись какие-то меры, скажем, физического воздействия, но психологическое давление, несомненно, могли таскать его по разным кочевиям, потому что монголы кочевали в совершенно неблагоприятном климате при тяжелых условиях проживания. Так вот, митрополит твердо стоял на своем, не уступил ни на йоту из тех прав, привилегий, которые сами же ханы дали церкви, он ссылался на прецеденты, ссылался на документы, раздал ханским чиновникам 600 рублей, сумасшедшую сумму по тем временам, и снискал благорасположение ханши Тайдулы, и в конце концов был отпущен с миром, отстояв права русской церкви, русской митрополии. Произошло еще одно событие, которое угрожало единству митрополию и угрожало церковной смутой уже на Руси. В 1352 году некий инок Феодорит явился в Константинополь, самозванец, заявил, что святителя Феогноста уже нет в живых, и сказал, что он прислан для поставления на митрополию, но был разоблачен и бежал из Константинополя. А бежал он в Тырново, столицу Второго болгарского царства, где был восстановлен некогда существовавший патриарший престол соперничества между греками и болгарами, и где тамошний тырновский патриарх Феодосий поставил вот этого Феодорита митрополитом, и он одно время претендовал на то, чтобы возглавить русскую митрополию, но авантюра его провалилась. Что касается собственно Москвы, святитель Феогност ведет в Москве интенсивное каменное строительство. Новгородцы обижаются и плачут, что с них забирают какие-то дани, кормы, подарки и так далее, и все это идет на строительство каменных церквей в Москве. Это вопрос престижа. Помнит святитель Петр завещал строительство каменного храма, поскольку епископ, а тем более митрополит, должен непременно служить в храме, возведенном из камня. Вот святитель Феогност строит храм в честь преподобного Иоанна Лествичника, тип храма и же под колоколы, навершием храма является колокольня, это церковь предшественницы знаменитой колокольни Иоанна Великого, преподобный Иоанн Лествичник, небесный покровитель Ивана Калиты. Святитель Феогност строит Архангельский собор, который становится княжеской усыпальницей. Это здание предшествовало нынешнему современному Архангельскому собору, который был возведен в начале 16-го столетия. Ну и храм, выстроенный в камне, это церковь Спаса на Бору, вот при котором подвизаются иноки, бывшие Даниловские, уже новые насельники вот этого нового Спасского монастыря в Кремле. А в Успенском соборе он строит предел, устраивает предел поклонения веригам святого апостола Петра. Это тот самый предел, в котором почивают мощи его предместника, святителя Петра. И опять же, не характерно для грека, который ну как-то все-таки должен блюсти определенную традицию, не самую лучшую. Греки неохотно прославляли, давали благословение на прославление русских святых. Он торопится с прославлением митрополита Петра в лике святых. Оно произошло достаточно быстро. Мы помним, святитель почил в 1326 году, а в 1339 уже канонизация с соблюдением всех процедур, положенных в то время с благословения константинопольского патриарха Иоанна Калеки. Этого благословения добился святитель Феогност. Святительствовал он почти четверть века, скончался от муровой язвы. Вероятно, так на Руси именовали чуму. Эпидемия, очень продолжительная эпидемия чумы вспыхнула сначала в Азии, потом попала в Африку, потом в Европу, Черная смерть, ну а из Европы в Псков и Новгород и оттуда уже в Москву. Святитель умер 14 марта 1428 года. Память святителя Феогноста почитается сначала как память о местночтимом святом, так называемые панихидные святые, над гробом которых, у могил которых совершаются панихиды, но к ним обращаются люди с молитвенными просьбами. Ну а потом ему было установлено общецерковное празднование. Прославление его произошло вот в связи с чем? В 15 веке строится новое здание Успенского собора при великом князе Ане III и митрополите Филиппе. Первым храм начинают строить и копают для него рвы. То есть рвы под фундамент нового храма обретают захоронение гробы, как тогда говорили митрополитов московских. Собор, будучи недостроенным, достроенным до сводов рухнул, но это известная история, потом на его месте уже Аристотель Фиараванти возводит то здание Успенского собора, которое сохранилось до наших дней, которое было закончено и освящено в 1479 году. А какое-то время гробы святителей сохраняются в определенном месте в церкви преподобного Иоанна Лествичника. И вот в 1474 году у гроба святителя Фиагноста получил исцеление некий москвич, который пошел трудиться при погребении странных в так называемый убогий дом или божий дом, куда свозились тела людей, которых некому было похоронить. Ну, действительно, странники, люди, которые были убиты разбойниками ночью на улицах, ну, там целые категории были людей, чьи тела сохранялись в течение полугода в огромных ямах ледниках, извлекались оттуда и хоронились добровольцами, которые эти тела облачали, покупали гробы в складчину, потом рыли братские могилы, которых вот этих вот несчастных погребали. Вот явно человек благочестивый, пришедший с благими намерениями, он вдруг онемел и оглохо, потом где-то в душе услышал голос «иди в храм Успения Пречистой Богородицы и молись у гробов митрополитов». Вот когда он молился у гроба святителя Феогноста, он получил исцеление от своего недуга, ну, а проявление чудес это один из критериев канонизации. Хотя и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м веке святитель Феогност оставался в разряде так называемых панихидных святых. Сейчас ему установлено общероссийское прославление, почитание. Ну, завершить рассказ о святителе Феогности нам бы хотелось характеристикой, которую дает ему историк Антон Владимирович Карташов. Митрополит Феогност замечателен в истории Москвы тем, что, будучи чужаком для Москвы по происхождению, он всю жизнь содействовал ее успехам как добрый патриот. Всего доброго, в следующий раз мы продолжим разговор о истории русской иерархии 14-го столетия и обратимся к личности святителя Алексея Митрополита Московского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова